Добрый вечер, уважаемые коллеги. Прежде всего, позвольте также присоединиться с благодарностью организаторам за приглашение, Семёна. Много говорили о проблемах формирования антибиотикорезистентности. Я сейчас хотел остановиться на самой такой большой, реально угрожающей проблеме, которая становится не абстрактной, а очень конкретной в наше время. Прежде всего, все мы хорошо знаем на сегодняшний день, какова роль в современной антибактериальной терапии карбопинемных антибиотиков. По существу это в течение, наверное, уже 20 или больше лет. Это единственная группа препаратов, которые позволяют проводить эмпирическую терапию тяжелых инфекций, вызванные преимущественно громотрицательными бактериями. Но это связано, прежде всего, с крайне широким спектром действия карбопинемов. Вот природная устойчивость, мы видим, очень ограничена, буквально несколько видов. А вот с приобретенной устойчивостью есть, конечно, большие проблемы. Мы уже привыкли к тому, что устойчивость анегнойной палочки к карбопинемным антибиотикам уже стала общим местом, практически все с этим сталкиваются, и в ряде стационаров этот показатель превышает 20-30%. Очень быстро растет устойчивость ацинетобактеров. Сейчас тоже это становится уже совершенно заврядным явлением. А вот что нас больше всего беспокоит, это, конечно, появление устойчивости к карбопинемным антибиотикам. Это семейство энтеробактерий, кишечной палочки, клипсиел, то есть наиболее распространенных грамм отрицательных патогенов. Ну вот хотелось сказать несколько слов о терминологии. Критерии категории устойчивых изолятов. Сейчас очень много говорят о множественно устойчивых МДР, ИКСДР и панрезистентными. Вот здесь приведены цитаты из согласительного документа Европейского общества клинической микробиологии, какие бактерии следует относить к какой группе. Ну и, конечно, самое больше всего беспокойства, это у нас, кстати, вот пандрагрезистентный, полирезистентный ко всем известным группам препаратов. То есть это вот просто резистентное, огромное поле, множественно устойчивое, исключить высокоустойчивое и пандрагрезистентное, полностью устойчивое. Мы видим, если вот просто обычные множественно устойчивые антиэнтеробактерии, они, как правило, сохраняют чувствительность к карбопенемам и вот к этой группе препаратов, фосфомицин, тегициклин, полимексин. Когда мы переходим к высокоустойчивым препаратам, мы видим, здесь теряется устойчивость к карбопенемным антибиотикам и панрезистентные, теряется устойчивость и к тегициклину, и полимексину. Эволюция устойчивости грамма отрицательных патогенов прежде всего, конечно, связана с эволюцией устойчивостью к карбопенемным антибиотикам. И вот то, о чём говорили, что на сегодняшний день, к сожалению, с появлением карбопенемаз, расширением частоты эфлюкса, нарушений проницаемости, по-хорошему у нас на сегодняшний день в отношении бактерий, несущих такие детерминанты устойчивости, реальных альтернатив лечения практически нет. В принципе, конечно, устойчивость, механизмов устойчивости карбопенемов достаточно много. Это и нарушение экспрессии структуры париновых каналов, активные выведения. Но в большей степени нас интересует ферментативная инактивация, поскольку гены этих ферментов локализованы на плазмидах, на плазмидах, и в связи с этим есть очень высокая вероятность, и сейчас она уже реализуется на практике, к быстрораспространению. То, что мы встречали раньше, вот, скажем, кишечную палочку, устойчивую к кимии, эрте и миропенема, это чаще всего была комбинация дефекта так называемых париновых каналов и приобретение одной из хорошо известных, часто встречающихся, бета-локтомаз класса С. Эта вещь встречается не очень часто, хотя мы видим, может быть, очень высокий уровень устойчивости ко всем карбопенемным антибиотикам, но все-таки такие штаммы распространяются не очень широко. А вот больше всего нас сегодня беспокоит это распространение так называемых карбопенемаз. Их очень много на сегодняшний день, количество их переваривается уже за несколько сотен, но вот красным цветом выделены наиболее актуальные, так называемые KPC карбопенемазы, относящиеся к классу А, окса, относящиеся к классу Д, и две так называемые металлы, это локтомазы, Б классы, ВИМ и НД. Если мы посмотрим на то, что творится у наших ближайших соседей в Европе, то мы видим вот эти вот четыре основные карбопенемазы практически во всех европейских странах такие изоляции встречаются. У меня все написано в Петербурге, это где-то вот здесь, и вот наши ближайшие соседи, это Финлянди, мы видим, у них встречаются практически все вот эти ферменты. В других регионах России мы пока этого не видим, но какова ситуация в Санкт-Петербурге? Ну, со времен Петра Первого это было окно в Европу, значит, видно, на сегодняшний день Санкт-Петербург тоже оказывается окном Европу, где через это окно к нам и проникают вот эти достаточно серьёзные, наиболее угрожающие на сегодняшний день механизмы устойчивости. Вот НДМ карбопенемазы впервые обнаружены на границах седьмого и восьмого годов, на полуострове Индостан, потом был установлен эндемический регион на Балканах, полуостровах, к настоящему времени получили полностью глобальное распространение. Я прошу обратить внимание, с седьмого до тринадцатого года, первое описывание 2007-2008 год, к 2012-2013 году они распространились по всем континентам, более чем в 70 странах. Я уверен, что те страны, в которых они ещё не описаны, это просто ещё недоработка местных микробиологов. И вот с 2011 года в Санкт-Петербурге у нас начали обнаруживаться эти клипсиелы, причём они обнаруживались прежде всего у определённых клипсиел, относящихся к одному стеротипу. И вот как выглядят эти микробы по чувствительности. Ну, прежде всего, хочу обратить внимание, что это не единичные вспышки, это уже целый ряд стационаров. Как минимум, здесь три стационара, пока этот доклад готовился, к ним присоединились ещё три. То есть это уже эндемичные, внутри- и межгоспитальные распространения этих возбудителей. А чем мы их можем лечить? Мы видим очень высокий уровень устойчивости ко всем бета-локтамам. Иногда сохраняется чувствительность к астрианам. Но, к сожалению, благодаря тому, что часто эти штаммы несут, кроме карбопенемазы, НДМ, ещё другие, на хорошо нам известные бета-локтамазы расширенного спектра, вот здесь появился ТХМ1, и, к сожалению, видим к астрианаму тоже устойчиво, и возможность применения астрианаму очень ограничена. Вот видим, сохраняется чувствительность тигициклина и полимексину, и очень вариабельная устойчивость к фосфумицину. Но что ещё хотелось обратить внимание, ни у одного из наших пациентов, у которых выделялись карбопенемазы, мы не нашли анамнистических данных о поездке за границу. Значит, о чём говорит о том, что первые случаи импорта мы не заметили. Мы увидели распространение этих карбопенемаз, когда они уже прижились в наших стационарах. И что очень важно, вот здесь мы видим один из фенотипических тестов, который позволяет заподозрить наличие карбопенемаз, так называемый, ходж-тест, он, к сожалению, не на 100% чувствительный. Значит, есть какая-то часть пациентов, у которых ходж-тест не работает. Ну, ходж-тест выглядит вот так. Я не думаю, что микробиологи, наверное, знают. Вот этот клеверный листок, вот зарастание сюда вот такой вот культуры, образование этих заростов, свидетельствует о наличии у исследуемых культур карбопенемазной активности. Если мы посмотрим, как вообще карбопенемный антибиотик ведутся в отношении этих продуцентов, я потом скажу, почему мы берем здесь вот значение МПК 8 микрограмм на миллилитр. Вот у нас, к сожалению, нет такого очень интересного карбопенемного антибиотика, как биопенем. Видите, здесь наибольшее число штаммов относится все-таки в зеленой области. Это говорит о том, что потенциально мы их еще можем лечить, если мы правильно поставим чувствительность и проведем диагностику. НДМ, карбопенемазы, у нас уже есть не только среди энтеробактерий, они уже появились и среди ацинетобактеров. Значит, тоже произошло, скорее всего, локальная передача их. Следующая группа карбопенемаз, так называемый ВИМ, появились, описаны впервые в Вероне. Мы с ними были познакомились достаточно давно, с карбопенемазами ВИМ-2. Они распространены в осенегнойной палочке. И вот когда мы встречаем сенегнойную палочку, устойчивую к карбопенемам, значительно степенно связаны с этими карбопенемазами ВИМ-1. Вообще, их родина – это страны вокруг Средиземного моря. Впервые ВИМ-4, продуцирующая кишечная палочка, что, конечно, представляет большую угрозу, было описано несколько лет назад в Москве. А вот эта вот работа по распространению сенегнойной палочки устойчивой к карбопенемным антибиотикам, вот Михаил Владимирович Адельштейн опубликовал работу, вот её распространение мы видим от Владивостока до Белоруссии, Казахстана всюду. Это один клон близкородственных карбопенемазы, так называемого секенс типа 345. Появились они у нас в Санкт-Петербурге. К счастью, мы видим, что иногда эти продуценты карбопенемаз при хорошей постановке чувствительности, они формально уже устойчивые, но ещё их можно лечить повышенными дозами. Сохраняют, мы видим, активность гейциклин-полимексин. КПС карбопенемазы впервые обнаружены на восточном побережье в США, а на сегодняшний день их описано 12 вариантов. В течение долгого времени они жили только в Северной Америке, на восточном побережье или в Нью-Йорке. Потом они попали в Израиль, а уже в Израиле произошло вот это глобальное распространение. Наши продуценты карбопенемазы. Значит, вот это вот первый случай, когда мы описали уклипсиелы. Это был штамм, выделенный пациентке, которая была госпитализирована сначала во Вьетнаме, потом вернулась к себе на родину. И что больше всего нас беспокоено, мы здесь видим уже устойчивость к полимексину. А эту пациентку лечили. Через две недели после лечения основной инфекции интрабдоминальной из мочи был выделен уже энтеробактер клаца, которая появилась устойчивость к тегициклину. Скорее всего, это произошла передача инвива. К счастью, это, в общем-то, было бессимптомное бактериуре практически, но факт остается фактом. И совершенно другой тип клипсиелы, выделен в совершенно другом стационаре. Ну, видите, мы здесь, к счастью, сохраняем чувствительность к полимексину и к тегициклину. И оксокарбопенемазы, это еще одна большая группа. Они распространены, до сих пор были в основном среди синегнойной палочки, айценитобактер, мы хорошо их знали. А вот среди энтеробактерий они появились буквально тоже крайне недавно. Михаил Владимирович описывал, у него было одно очень короткое сообщение о тетисах. А в Питере мы тоже сейчас находим оксо-48. Мы видим, они, к счастью, иногда могут сохранять чувствительность к аминогликозидным антибиотикам, тегициклина, пулемексина. Чем мы можем лечить? Ну, очевидно, что да, это длительная инфузия максимальных доз карбопенемов. Если мы поставили чувствительность и знаем, что она не очень высокая, надо количественной постановкой чувствительности. Дисков SR здесь явно не хватает. К сожалению, на сегодняшний день вот эти вот комбинации тегициклина, пулемексина и фосфомицина в клинике еще очень плохо изучены. Мы до конца не знаем, какова их эффективность, какова длительность терапии, и какова доза. Нам предстоит это еще изучить. Вот возможность применения карбопенемов. Это вот обзор Леонида Дзувелекиса, который собрал все, что опубликовано, и оказалось, что если МПК карбопенемных антибиотиков видим до 8 микрограмм на миллилитр, то летальность это где-то на уровне 30%. Как только это переходит за 8 микрограмм на миллилитр, сразу же летальность становится 75%. Значит, нам надо требовать от микробиологов для того, чтобы правильно организовать терапию, не просто получить данные S либо R, а получить величину МПК. Если было 4 или 8, мы назначаем максимальные дозы. По меропенему это будет 6 грамм в сутки. Иногда я встречался уже в сообщении, до 12 грамм в сутки меропенема и длительной инфузии. Тогда какой-то эффект возможен. Естественно, встает вопрос, как жить дальше. Совершенно однозначно, что микробиологи и клиницисты должны сейчас проявлять максимальную настороженность и выявлять как можно раньше эти штаммы продуценты карбопенемаз. Вот это алгоритм действия. Микробиолог должен внимательно, тщательно отслеживать появление штаммов с таким фенотипом, проводить фенотипическую сначала детекцию, потом проводить детекцию карбопенемазной активности, дифференцировка и потом молекулярную проводить, молекулярную диагностику. Что мы можем реально на сегодняшний день? Да, почему еще нам так важно своевременно проводить эту диагностику? Избыточное назначение антибиотиков, в том числе и карбопенемов, оно оказывается не только ведет, что, в общем-то, хорошо известно к формированию резистентности, к тому, что тратятся лишние деньги, но они избыточным назначением приводят к вполне конкретным неудачам, к катастрофам для отдельных пациентов. Вот очень хорошо известная работа, которую они очень часто цитируют, но она, с моей точки зрения, фундаментальная. Это были случаи вероятной музыкальной пневмонии и рандомизировали таких пациентов. Вот здесь индекс CPIS меньше 6. Это значит на грани. То ли пневмония есть, то ли нет. Значит, по одному варианту лечили стандартными, сразу же массивными дозами, комбинацией антибиотиков и длительные курсы. По второму варианту наблюдали, давали цифровую оценку в течение трех дней, после этого проводили тщательную оценку динамики состояния, и если не было существенного ухудшения, то антибактериальную терапию оканчивали, если все-таки были реальные ухудшения, то проводили нормальное лечение. И что мы видим? Во-первых, в этой группе длительность госпитализации не на полдня, а существенно ниже, летальность 13 против 31%. Значит, избыточное назначение антибиотикам, когда вот здесь назначили пациентом, нам кажется, что мы его лечим, на самом деле мы прокладываем ему дорогу на тот свет. И, естественно, суперинфекция. Здесь чистота и здесь. Избыточная эмпирическая терапия несет вред конкретным пациентам. Вот это мы явно на сегодняшний день недооцениваем. А что еще хотелось бы сказать по поводу того, как работа мне вот эта очень нравится. Здесь сравнивали, какие факторы влияют на длительность антибактериальной терапии пневмонии и перитонита. При анализе всяких целого ряда превходящих факторов было выяснено только одно. Это частота консультаций химиотерапевта или микробиолога. Вот если никто не консультирует, то клиницисты вот лечат пневмонию тяжелую 14 дней, а один-два раза в неделю приходит консультант, уже снижается. Если он ходит 3 и более раз, мы видим, пневмонию лечат 7 дней в основном. И точно такая же мы видим динамика по перитониту. Значит, без наличия профессионалов в области антибактериальной терапии мы неизбежно будем назначать избыточное количество антибиотиков, что будет вести не только к социальным неблагоприятным последствиям, но неблагоприятным последствиям для конкретного пациента. Вот на сегодняшний день мы себя используем, мы достаточно быстро адаптировали опубликованный метод, как можно быстро выявить продукцию вот этих карбопенемаз. Значит, это использование того же метода Малдитов масс-спектрометрии, о котором говорил Александр Николаевич. Мы выделили первый день после посева, через 24 часа выросла культура, мы берём колонию, делаем суспензию, вносим в раствор с миропенемом. Вот это вот чистый раствор миропенема, без всякой бактериальной культуры. Вот это характерные пики для миропенема. А после инкубации с культурой, которую продуцируют карбопенемазы, это 30-40 минут инкубации, эти пики исчезают. То есть мы, получается, в течение, через 24 часа после поступления клинического материала можем сказать, штамм устойчив к карбопенемным антибиотикам, продуцируют карбопенемазы, либо нет. Для клинициста это, конечно, имеет принципиальное значение. Если он получает ответ через 24 часа о продукции карбопенемаз, наверное, он может переходить на какую-то комбинацию полимексина, тегициклина, либо даже подключать фосфомицин, увеличивать дозы и так далее. Это всё-таки один из вариантов, когда наша современная микробиология может принести реальный и очень быстрый вклад в лечение каждого конкретного пациента, а не вообще. Для микробиологов может представлять определённый интерес то, что есть ряд фенотипических тестов, которые могут позволить дифференцировать отдельный представитель карбопенемаз. Вот для того, чтобы выявлять группу металлобеталоктомаз, это НДМ и ВИМ, есть специальный ингибит, два ингибитора, ЭДТА, этилендиамин, тетрацетат, кидипикалиновая кислота. Для того, чтобы выявить IPC или АМПСИ или КПСИ, специфический ингибитор бароновой кислоты на ферменты АМПСИ, клоксоцелин. К сожалению, у нас нет специфических ингибиторов, которые позволили бы нам выявить ферменты группы окса-48. Есть ли смысл этим заниматься в практической лаборатории? Ну, это достаточно серьёзный вопрос. Скажем так, если у заведующего, у врачей есть достаточно много свободного времени, наверное, есть смысл. Это представляет определённый интерес, хотя не приводит к какому-то конкретному сиюминутному результату для лечения. Это важно больше с точки зрения эпидемиологии. Мы, наверное, считаем, что, наверное, на сегодняшний день лучше, если микробиолог заподозрил наличие вот таких микробов и сразу же отправил их в референтную лабораторию, но встаёт вопрос, где такую референтную лабораторию взять. Ну, вот у нас в Санкт-Петербурге, вроде бы, вот наша лаборатория сейчас постепенно принимает такие функции, и практически из любой лаборатории бактериолог, увидев вот такой штаб, может направить его быстро передать нам, и в течение 24 часов мы можем подтвердить, да, это продуценты карбопенемас, либо нет. Наверное, вот перед организаторами здравоохранения должна стоять реальная задача по выделению в крупных мегаполисах одной, либо, может быть, даже двух референтных лабораториях, которые сконцентрированы в высокотехнологичных методах и которые быстро позволяют дать ответ. Есть ещё, для чего нам вообще нужна эта микробиология. Вокруг каждого пациента, у которого развилась инфекция, связанная с продуцентами карбопенемас, неизбежно формируется какой-то ареал других пациентов, которые контаминированы и являются носителями этих продуцентов. Если, когда мы говорим о стафилококке, то мы прекрасно знаем, что стафилококк переносится с руками, так, от пациента к пациенту. Вот типичный пример – это когда доктор следует, смотрит пациента, у него зазвонил мобильный телефон, он его вытаскивает, нажимает кнопку и говорит, я перезвоню позже, кладёт в карман, а потом идёт к следующему пациенту и производит те же самые манипуляции с тем же самым мобильным телефоном. То, что касается продуцентов карбопенемас, это энтеробактерии, они живут в кишечнике у людей. Значит, для того, чтобы разумно принять какие-то противоэпидемические меры, нам обязательно надо, как только у нас появилось подозрение, что в стационаре, в отделении появился один пациент, с продуцирующим карбопенемас, продуцентами карбопенемас, нам надо срочно проводить массовое обследование, по крайней мере, отделение и близлежащих пациентов. Как это проводить, известно достаточно давно и хорошо, это опубликовано ещё лет пять назад на сайте CDC, очень просто. В диск, в пробирку с бульоном помещается диск с меропенемом, и туда же немедленно мазок из периональной области или из прямой кишки. Значит, инкубация, высеваем на агармаконки с наложенными дисками, с карбопенемным антибиотиком. Если вокруг появляется рост, значит, у пациента, вероятно, есть продуцент карбопенемас. Он может быть здоровым носителем. Значит, здесь надо, конечно, оценить результаты, провести молекулярную диагностику и подтвердить. На сегодняшний день, надо сказать спасибо отечественным товаропроизводителям, то, что называется, одна из компаний. На сегодняшний день выпустила ПЦР-тест-систему, ПЦР в реальной времени, которая позволяет сократить этот срок обследования суток или двое до одного. То есть мы пришли в отделение, забрали у пациентов мазки из периональной области, выделили ДНК, и на следующий день мы получили ответ, кто из них является носителем. Конечно, как только мы выявляем носители, должны приниматься жесткие противоэпидемические меры. Встает вопрос о том, что наши стационары, наши отделения надо переоборудовать таким образом, чтобы была возможность выделить отдельную палату, где можно сконцентрировать таких пациентов. Персонал в таких палатах должен работать в определенных условиях, конечно, исключительно одноразовые халаты, перчатки и так далее. Конечно, катастрофа не может быть нормальной противоэпидемических мероприятий, если в учреждении, в отделении один туалетный этаж. Значит, это естественный механизм передачи. И второе, это, конечно, нагрузка медперсонала. Пока у нас то количество медсестер, которые есть, мы, наверное, эффективно не сможем заставить ни одну медсестру до 30% рабочего времени тратить на обработку рук после каждого пациента. Это, конечно, крайне сложные организационные меры. Тем не менее, если мы их не примем, то мы в течение 2-3 лет можем потерять карбопинемные антибиотики, на которых, в общем-то, на сегодняшний день зиждется основная часть терапии тяжелых госпитальных инфекций вообще, ну и, естественно, в урологии в частности. Вот поэтому, конечно, вот это глобальное распространение карбопинемаз на сегодняшний день является совершенно однозначно наиболее серьезной угрозой всей системе здравоохранения. То есть в ближайшие 4-5 лет мы не получим новых антибиотиков, которые бы работали в отношении грамма отрицательных бактерий. Вот буквально на этой неделе было сообщено о том, что сформировался крупный европейский консорциум, который обещает в 2019-2020 году вывести на третью фазу клинических испытаний новый антибиотик против грамма отрицательных бактерий. Значит, это 2019-2020 год и только третья фаза. Значит, сколько нам еще жить без новых антибиотиков, совершенно понятно. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день все-таки, пока мы находимся в самом начале экспоненциальной кривой распространения карбопинемаз в нашей стране, у нас существует реальная возможность, по крайней мере, сдержать этот процесс. Это, конечно, раннее выявление инфицированных, колонизированных пациентов, их изоляция и проведение противоэпидемиологических мероприятий. И, конечно, это оптимизация антибактериальной терапии. Принципиально важна количественная оценка чувствительности к карбопинемам и другим антибиотикам. Это требование, конечно, к нашим лабораториям. Ну и, наверное, надо думать целиком о том, что надо вводить в систему формирования разумной политики потребления антибиотика, потому что иначе при той, ну скажем, не совсем рациональной практике и явное чрезмерное употребление мы можем потерять вот эту крайне важную группу. Это та реальность, которая может у нас произойти буквально в течение двух-трёх лет. Мы благополучно потеряли в госпитальных условиях цифролоспорина третьего поколения. И сейчас у нас есть первые признаки надвигающейся катастрофы по карбопинемам антибиотикам. В общем, моё сообщение было, основная его цель – это привлечь как можно более широкое внимание вас, в частности, у урологов и специалистов в других областях, чтобы сформировать какие-то совместные усилия для того, чтобы остановить этот процесс. Спасибо. Спасибо.